Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это ФФА-сериал аж на восьмерых человек. Если вы смотрите этот сериал не с первой серии, то рекомендую перейти к ней. Ссылка на весь плейлист должна сейчас появиться в верхнем правом углу. Белая круглая кнопочка с буквочкой I. Если там ничего нет, то у вас, видимо, отключены аннотации. Снова играем в вашу любимую Sid Meier's Civilization V. Карта Пангея, и мне выпала Полинезия. Так как игра получилась длинная, то она разбита на серии. Надеюсь, выходить они будут через день или два после предыдущей. На этом всё. Приятного вам просмотра. Тишина. Все сосредоточенно ждут. Что же загрузится? Какое место? Я уже секунду попас. Дай бог, чтобы три соли рядом было. Три соли. В смысле, три и пять? Ну, пять. Ты знаешь, это уже сразу, знаешь, попа так. Слиплась. И как дальше играть после такого? А три соли ещё более-менее, знаешь, как-то. Тихенько-молча. Как тихенько-молча. Обязательно тебя найдёт и такой, ааа, у него пять солей. Ааа, мы все умрём. У меня три соли, ребята. Да, да. Да, так все все полезен. Так, давайте смотреть. Посмотрел Авал или Панге. 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 Панге, мы же выбрали Пангею в итоге. Можешь открыть меню, и там будет показано. Я знаю, не просоление будет. Так, место очень интересное. Блин, так непривычно видеть справа не шесть ников, а восемь. Такая толпень. Ну, что сделаешь? Так, сейчас немножко потише чувака сделаю в дискорде. Алонс, мы твоего отпрыска слышим. Я к тому, что поставь на пуштуток лучше, наверное. Так, Алонс, это же Альфонс, это не его на отпрыск. Поставьте, да, по кнопке. Сейчас настройку в Азию. Так, мы за Полинезию играем. У нас тут интересное место. Всё-таки, конечно, можно было пугары, но Полинезия, требует ставить... Блин, ну, как же у меня говенный спот. Ну, ливый чё, пакеда? Ну, всё. У нас же в правилах написано, если говенный спот, то можно ливать. Вообще никого не спрашивай. Или можно ещё 15 ходов поиграть? Можно вас кикнуть и сказать, что выиграли. А, ну да, кстати, да, точно. Ты как хост. Ещё 15 ходов поиграть, и с котя, у меня ещё и вокруг всё фигня. И такой, ну, всё точно. Так, значит, мы за Полинезию. У нас будут на побережье стоять вот эти наши Моаи. Да, Венеция всё-таки на море поставила. Сиан тоже, походу, на море. А у нас ещё Венеция есть? Мне хочется вот тут, знаете, остаться. Да, есть Венеция. Потому что, во-первых... А кто за Венецию играет? Или может сюда подойти и попытаться... Тот, кто поставил на море. За Венецию играет самый рисковый парень в этой партии. Ну, как обычно. Чё мне за Инду-то играть? Мне интересно ж. Просто одной рукой не очень прикольно большим количеством городов управлять. Да? Ну, классно. Да нет, я знаток. Блин, хочется... Сыгла мне сюда поподробней. Но у меня ник без руки бил. Поэтому одной рукой неудобно управлять большими городами. Там, широкими и перьями. Так ты же ногами должен иметь ещё. Тебе, наоборот, удобно. Всё, я ставлю. Да я могу сразу 6 городов одновременно контролировать. Тут 3 еды, во, ещё еда. Силой мысли. Силой пятки. Развитие в данном случае... Алёша, здесь? Нет, я отошёл. Я просто думал долго. Давайте подождём. Думал долго, куда город ставить. Но видишь, поставил в итоге. Ну чё, Венестр... Ну вот киньте кто-нибудь... Киньте кто-нибудь монет. Хочешь стоить, через что мне играть. Поселение стало японским. Отлично. Отлично. Началось. Япония. У меня только что поселенец был моим, и вдруг стал японским почему-то. И рядом воин появился. У меня, наверное, шансы уйти. Так, вторая попытка начать. Что? Такой же спот хороший был. Блин. Ну вот видите, у меня на этот раз... Не-не-не, это просто так нотка разочарования небольшая. У меня сейчас на этот раз место лучше. Три соли? Нет. Пять? Лучше. Сплошные равнины. Так. Одно что? Сейчас обычно спотят. Ну хорошо играть. Вообще нету смысла отсюда уходить. Гора, побережье, рыбы. Прям офигенное место. Развивайся не хочу. Правда, не три еды, как в прошлый раз. Рядом. Там было две клетки с тремя едой. Но и то, что сейчас есть, меня в принципе устраивает. Так что начинаем наш путь к завоеванию мира. Вот с этой скромненькой, заполненной овцами, слонами местности. Будем на слонах въезжать на трон повелителя планеты. Ну а пока мы вот такие в набедренных повязках. Да вот вы знаете, что долго думать вредно. Вообще думать не очень хорошо. Горе от ума в курсе? Грибоедов. Да ладно. Место практически такое же, как вот в первый раз, как мы начали. А вот у меня прикол-то, что у меня как бы идет вниз все время. Ну не знаю, по-моему, нет смысла сюда уходить. Да, в этом году были, а теперь... У тебя гляну тут еще... Да, первый раз, три, соль, второй раз, две. А теперь не одной. Ну в смысле... Тут все, видимо, теперь будет игра. Рассоление тут. Да. Не хочу. Оставим возможность для строительства мельницы. Так, скаут. Надеюсь, меня слышно, да? Слышно, слышно. Все, наконец, а то я испугался, а тут меня опять не слышно. Ну что, заканчиваем и смотрим, будет рассинхрон или нет. Мы уже третий раз просто начинаем, у нас сразу после первого хода рассинхрон, и явно из-за того, что кто... у кого-то, ну, квит-мод был установлен. Вот сейчас... Давай, Реал, не томи, мы ж так волнуемся, пойдет игра или нет. Конечно, может быть, стоило сюда пойти, типа... Он, походу, сознание потерял от волныния. Реал, давай, заканчивай, Реал, ну, ну... Ну, да, у меня сплошная тута и снега. В этот раз место не очень. У меня, короче, один холмик, я так подозреваю, что это железо. Остальное просто доска. Вот тут, кстати, второй город можно будет. Ну, тут, понимаете, с одной стороны, не очень в плане производства, с другой стороны, ресурсы нормально. Астыки без реки и без озера вообще класс. Производства немного, но для начального хватит, а потом, когда я буду в столицу посылать на производство караваны... Чего, может, приняемся астыки? У тебя тут и джунгли будут, и озеро, и река. Вообще, мы уже пятый раз пытаемся начать, у нас после первого хода всегда рассинхрон был, так что не буду долго тут... Хотя, может, мы сейчас не продолжим. Что же знать. Возможно, было правильнее тут город поставить, но мне нравится, когда у меня сразу есть ресурс с едой и производством. А я впервые без леса. У меня тут место, конечно, одно хуже другого. Печаль, тоска. Ну, и самое лучшее место. Давайте хоть посмотрим, продолжим мы игру или нет. Да ладно, походу продолжили. Да ладно! Вау! А это я каждый удалил. Да нет, просто ты не хост, вот и все. Рибелька. Блин, столько мы мучились. О! Тут вот неплохие места будут, видимо, для меня. Ну, посмотрим. Кто у нас на море вообще? Ну, вот и Терни, и Хенлис Билл. Хенлис Билл у нас за Венецию, кстати. А, Этерны... Раз... Ух ты, я увидел второй холмик в четвертом радиусе. Мне это напомнило мультик Бивис и Батхит. Я увидел краешек холма. 75 золота. Нормально, нормально. Это в начале игры всегда неплохо. Так, давайте после скаута сразу монументик. Пока не знаю, что мне... Ну, выглядит так, что тут неплохо будет и через третий холм. Причем Тунгра вообще без леса. Просто сплошная Тунгра. Это вообще ужас. Ну, ты знаешь, на что брать пантеон. У меня одна клетка лугов. Сверху Тунгра. Снизу пустыня. Причем пустыня вообще без всяких признаков еды. Не сдвигаешь-ка случайно. Не знаю, стоит ли мне туда идти. Так что... Расслабься. Стоит сходить посмотреть. Хыш, брысь. Мое. Ты что, уже увидел это чудо? Конечно. Что за чудо? Расскажите, расскажите. Быть в чем-то повестись. Что за чудо? Ну, что зачем? Расскажите, ну. Луру. Луру? Ну, это, господи. Хорошее чудо. Нормальное. Не споришь, что неплохое, но ради этого ссориться с ацтеком. И муж только будет счастье с тобой воевать, понимаешь? Я думал, у нас вот, если будет война... Эээ, ты что, столицу туда пришел ставить? Алло. Хыш. Нет, ну ты понимаешь, что ты... Брысь. Вот это поворот, а. Не, ну видишь, погулять иногда... Иногда погулять ожидает. Так, кто-то уже пантеон взял. Медь, зима, железо и соль. Так, у кого там пять столей? Если пахнешь стольной, под мою стольную. Это будет вообще... Кто взял пантеон, гляньте, ребята, кто там, кого-то нашел? Видно, у кого-то... Кельф по-любому. Я безвестный, у меня нет пантеона. Кельф не пантеон. А, судя по тому, что сразу... Кристинистый. Сразу ниндзя стал на кельф догнать. Сторону, я сейчас плакать буду. Ставлю на то, что ниндзя взял пантеон. Опять у ниндзя соли. Я, кстати, одну соль не нашел. Блин, а я нашел религиозную бэгэшку. Мне не хватает одной веры, теперь до пантеона. Блин, ну это капец. А я две бэгэшки. Манеры религиозные. Кстати, у нас интересно будет... Поэтому пантеон я не взял. Я думаю, вы не знаете, какие у нас нации. У нас нации выбирались. У нас просто были за границами. Три клеточки. Так вот, у нас Венеция, Греция, Сиам и Швеция. И частично Германия. Герасинхрон, давайте. Считайте, что все эти нации на ГГшке работают. Понимаете, да? То есть тут такая серьезная битва будет за города-государства. Ну? Отстой к мастеру разведки. Тут еще места есть куда ставить. Слушайте, так, давайте-ка мы еще одного скалка, видимо. Нет, это вообще печаль. И вот место для города. Коза, Венеция. Блин, у меня в столице хуже места, чем у других моих городов будет. Смотрите, вот тут место есть. Ну, блин, я боюсь, что какой-нибудь город-государство может быть. Отстой к мое место. Он бы сказал, да, хорошо ты живешь. А я скажу, но мне вообще не хорошо. Отстой к селись в лес куда-нибудь. О, немец хорошо. Попробуй, знаете, что через традицию. Я же тебе сказал, что у меня нет. Попробую поиграть в развитие. Чемпионер, у него руинку перед носом. Еще один пенсион. О, вторую соль нашел я. И у кого-то там... Это что, Ацтек взял, да? Конечно. Да, Ацтек. Слушай, я бы на твоем месте... Кто там сосед Ацтека? Какая утинация? Греция. Греция. Я бы на твоем месте очень быстро сейчас бежал в гитареры и в гоплиты. Иначе Ацтек тебя снесет просто нафиг. Да мне кажется, Греция снесет, и у них это сильнее. Ой-ой-ой. Притом я не на лесе стою. Не успел, видите. По-моему, у меня и так снесет у нас сравнение между стольными. Просто я его артой достал бы. Просто я из Афин могу плюнуть в Тиночетлан. И долетит же. Тут вот можно города ставить. Не, ну конечно, это на увы рука ставить. Столиция. Где отсюда находишься? Ой, это что, тут немец прям в столице? Немца-немца. Меня волнует это вот открытое пространство. Точно, ты тоже мастер разведки. Тоже руинку тут из-под нос увел. Не, ну второй груз. Там я разведывал просто. Видел, что там ножи, поэтому я туда не пошел. Там мод, когда играть, переключить на производство было. А, да. Подсерять любят. Ставить из города под подстольник, там еще вообще прям под тебя. Или может купить коров? Давайте-ка коров купим. И побыстрее выручим. Ого, это пшени 3-3. Немец. И начнем посело строить. Охренеть. Нормально. Тут с местами все. День же лидер. Угу. Сиама, ты видел? Почему я на побережье? О, Сиам. Да, да. Сиам здорово. Можешь город ставить. Или ты в другое место пойдешь? Нет, мне оно не надо. Но это не лучшее чудо, поэтому. Ну, я не за чудо, я за само место вокруг него. Так, ну. Ну, скорее всего, нет. Я в крайнем случае не планирую. А, ну тогда решили. Не знаю, откуда Сиам пришел. Наверное, все-таки оттуда. О, ГГшечка. Тут еще и край карты. Я нашел отличное место под Петру. Там бы отличие. Петра вписалась. Ну, это не очень место. Я уже там походил. Не очень место, потому что тут близко очень моя столица. И тут, кто поставит город, будет... Да, у немца опять соль рядом с сольной. Это Демец взял, да? Да, у него читер какой-то. Демец взял вокруг стольни две ссори, а на что? И третья там чуть подальше. Не, наверное, я не знаю, что это такое. Ну, я тут сразу скажу, долго не живу, потому что я, по сути, в первом открою, не могу, ахрыгайся. И первым саличем. Толком некуда. Так, имеет смысл построить мне святилище. Я в любую другую нацию. Я порадовался. И меня при этом потеряло цех, поэтому... Теперь надо найти Сиам. Печально. Так. Долбаный рандом. Что-то меня пытаются варвары наказать. Интересный такой проход. Ну вот тут надо ставить города в любом случае. Тут, это место мы пока оставим на будущее. Хотя там и уникальный крабик. Ну, то есть, если не подарить пару гробов, я заплачу хоть. Жизнь. У тебя уже деньги есть? Нет. Ну, эту ГГшку. Эту ГГшку я не первый нашел. Двенадцать. Отлично. Я могу срещать. Не могу придеть Ацтека. Блин, не могу срещать. Блин. Взял производство лодок кто-то. Эх. Энерологичное предложение. Очень надо построить... Вы знаете, что... Надо... Надо построить святилище, а потом... Построю посила. И открывать будем... Будем открывать... Да блин, я вас никого не нашел. А не Ацтека нашел. Ну, в смысле, это Кастольня. Даже не знаю, где вы. Да, но немного подлагивает все-таки. Но я не самую лучшую, как я же говорю. Так, где же этот Сиан? Ну, то... Глянь, у него и прямо возле Стольни соль есть. Вот... Кого? Офигеть. У тебя четыре, оказывается, Пшенички возле Стольни. Каких четыре? Зачем ты народ обманал? Чё ты придумываешь? Четыре. Четыре соли у Ниндзина? Четыре соли... Пшенички. Еще и Стольня на трех люксах. Каких четыре соли? Соли у меня одна и четыре пшеницы. Так, смотрите, я вот отсюда пока вроде как защищен. Если где-нибудь на Шисям где-нибудь не тут стоит и не подумает... Я все разведал. Пойти поставить... Все тайны выведу. Петрогород сюда, то в принципе у меня норм будет. Ну, блин, я не виноват. Тут какие-то неплохие местные... Ну, как неплохие? Я шокерец. Привет. Не смогу оттуда вправлять. Далеко там оттуда. Ой, но если ты хочешь через джунгли пройти... Я не собираюсь тебя забирать, ты что? Я хочу, чтобы меня забрали. С таким местом просто жить невозможно. Забери меня полностью. Я бы забрал. Блин, жалко, что... Ну, хотя бы этот лодок не особо. Давайте подумаем, какой у меня тогда пантеон брать. Во-первых, очень неплохо будет на плантации. То есть вот у меня как минимум три плантации. Тут вон бананы, сахар тоже плантации. Неплохо. Пастбища поменьше. Поменьше. Где Шсян? О, Швед. Швед, кто тебя погрыз уже там? О, привет, Швед. Миша, кто погрыз? Вороны. Вороны? А, варвары. Как раз вороны. Да, вороны. Швед не мог бы ты сопроводить моего поселенца? Что, что? Сопроводить моего поселенца? Я селев согласился. Я встал бы на эту клеточку. Эй, уже конец хода, блин. Ну, покупайся, клетка. О, руины. Блин, откуда тогда Сиам пришел? Ну, на тебе, злой Ацтек. Я не пойму, Сиам, ты что, прошел вот этот проход между горами, вот эти, в Триклетке, что ли? Да. Сиам, а че ты волевик, ну че? Что? Почему ты волевик, Сиам? У вас только тоже субь есть. У меня много места для расселения. Сиам, будем с тобой дружить? Это кто говорит? Это швед. Я тебя не нашел, поэтому я не могу сказать. А с Кельтом ты будешь дружить Сиам? Что-то я вижу твоего поселенца беззащитного, я просто вот прям сейчас могу ухапнуть и все. И ухапну. Вообще не думал. Так, плантации, плантации, где, где, где? Так, вот Сидон у нас кандидат на спирание рабочего. Ацтека, ты куда селиться думаешь? А, вниз, наверное. Чтобы Сиам не стал к нам селиться. Ну зачем ты статоклет, как вы купили? Ну, как бы, я по своей границе 3-й родился. Ну, в общем, у нас есть места. Ну, тишина подселила, не я тебе. Четыре города, как минимум. Ну, это, что я прошел? Я столь, ну, вернее, посел уже не двигался. Где появился, там поставил. Ну, я не хотел оставить без реки и без озера. А когда я увидел вторым ходом у Луру, то я естественно хотел туда поставить. Я думаю, ты кто читал, я не сделал. Что-то я, походу, прогадал со столицей. Я не увидел вторым ходом у Луру. Венеция, ты дальше не идёй, пожалуйста. Во имя нашей дружбы. Ну, хорошо. Так. Ну, ты там на море, у тебя рыбы много. А ты вот это вот где-то две лошади появился, да? Да, это так. Я появился между бананом и алмазами на море. Блин, тут, конечно, близковато к столице, с одной стороны. Но, с другой стороны, они меня не будут в планах, как бы, конкурировать за те клетки. Ну, так я бы не сказал, что тут плохо так. У вас тут разные клетки для обработки будут. Ну, тут так себе, Петрогород, если честно. Поэтому не очень там хорошо. То есть, ради морского развития я не буду отказываться. Я только думаю, второй тут, а третий вот куда-то сюда прям. Или вот на место, кстати, варварского лагеря ещё можно. Да, неплохо будет. Пользуйтесь Двагис для выбора товаров и услуг. Аптеки, магазины, маршруты и другая детальная информация о городе. Подробнее на сайте двагис.ру. Двагис, если быть точным. Немец, а ты закончил ход этим скаутом, которым на вине? Да, я Кварграфника. Эх, ещё один ридийский немец. В смысле? А так, крик души. А, крик души. ну вот я там дрюкают да у вас тут явно кто-то один из вас останется останется только один всем чтобы знал я поставлю город возле плато и дальше не буду на право селиться городов-государств берем и сен я уже взял 1 город и и и Продолжение следует... 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 золото будет нормально тут видите производство в принципе все-таки будет у столицы в следующем радиусе у этого города тут вот будет производство да и если я буду мастерские быстро выйду то в общем пока метод игра на развитие о куда 7 город поставил нормально меня устраивает берлинчик так красота невероятно и тяцтек 16 полку пол пшенички свой основал религию как-то мне вот только каким-то образом надо отсюда прогнать варваров не знаю как давайте-ка мы строим стоп а я что железо не открыл блин из этих лагов так сделаем так потом в любой игре с лёшей никто не строит библо в начале почему почему я стану я постоянно такое замечаю я часто всех 0 процент но я говорю именно в начале первые 50 ходов в такой промежуток у меня через два хода настроиться ну да что ты рассказываешь я живу 0 грамотности всех 0 игра но нельзя читак у него блин соль и он сразу библу строит даже не открыв письменность без вопросов такое я бы конечно сказал что это скиллова никто не появится так монархию естественно чё там ходу от стыка за религия у него классное производство денежки и ну да ну да с тремя почитателями очень много мне это дало пока ну пока не немного потом даст много не все сразу ну просто меня или грек вынесет или немец короче да 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 грек больше тебя боятся чем если я сейчас иду на грека то немец подключается выносит меня с тыла если я иду на немца то грек выносит меня грек тебя боится больше чем ты его поэтому так что единственное что я тут сделал хорош ну плохого для вас это угнал религию ну в принципе в принципе ты доволен что ты им подарил как бы им религию я вот тоже думаю ты ему греку религию подарил ну чё пугает тебя парня кельт а какой вопрос хотя где ну и там как вы ходите по расположению ну нормально на самого пошел я понимаю я твою границу увидел краем глаза но как бы как то в смысле сейчас будет минус 10 процентов поконкретнее у тебя проход у меня есть нормальный парамин это способность мой на мауре кстати я ж плавать могу но мы же друзья я и забыл совсем об этой способности надо идти плыть но не настолько обсматривать все эти ну да у греции вообще такая петра классная справа ну правда ты не дойдешь до нее конечно потому что науки у грека я думаю классный ацтек слева да ну да да ацтек вообще классный нет второй радиус ацтека это третий мой радиус устойный и первый радиус у второго города я думаю не люблю когда у грешки рабочего типа ты видишь как спарта стоит там реально спарта между грешкой и ацтек мне в принципе устраивают мои места потому что просто играть тут можно блин появился варвар на ровном месте так этим буду атаковать а этим буду стоять за счет по идее они не должны убить сейчас скаута в защите тем более что у него хилка будет еще блин а вот это плохо но у меня правда следующим ходом появится лучник так что защитить рабочих я смогу я сразу три города поставлю библиотеки нацколледж и после нацколледжа четвертый город со счастьем у меня должно быть все хорошо у меня как минимум уже раз два три и четыре будет то есть четыре ресурса роскоши на четыре города в традицию это нормально а так у меня сахара немерено я могу меняться им так что все ближайшие единственное что жалко у меня не так много гор у меня вообще только один город будет у горы так что не очень так вот у меня а сейчас посмотрим я может убью там так а почему хлецкого так много очков кто там палит расскажите два города ну вот оно че Михалыч как-то у меня с Лешей прыгает пинк очень сильная да да вот собственно походу лагаем именно из-за нас с тобой потому что у нас постоянно с тобой прыгает выносить их надо выносить несу я несу я останусь в городе потому что ну уже несу сами понимаете денюжки так дозор олигархия дневной дозор стоит так когда мы о закончили получили карин тоже такой как и спорта вообще не городная мечта блин алан ты там либо город поставь либо армию клепай ты че он второй по армии да я чувствую ты его не спасен да идем будем тут засвечивать территорию чтоб не появлялись варвары ну и че не ходит ну виси у меня с этерной 5 секунд пинг 10 100 вот лагало с лёшей он прыгает до 500 с кем с лёшей до 500 у нас с этерной мы у нас с этерной вот сейчас 168 стало внезапно у нас постоянно с ним прыгает с каким няшей у тебя прыгает с лёшей ну в принципе правильно с няшей я не против лёш няш так счастье у меня стало дофига теперь можно вырубить лес кстати михаил ушел точнее его разведок может попробовать какое-нибудь чудо построить раз мы тут лес вырубаем ну блин в этой в этой столице строить чудо не ладно пускай лучше посел так посел он не убьет постоим тут тогда так виттенберг хочет чтобы я этих варваров что ли не нафиг надо стоунхендж пообещать защиту может давайте лохаси пообещаем и виттенбергу виттенбергу а что прям никакого выбора нету да а что ты не взял за три жителя и один молоток правда мне без фантом брать у меня скоро будет религия сколько войска у меня все что-то не выберешь все равно так ну вот железо как-то мало на 100 почти на все клипает войска я что там грек клепает войска я седьмой по армии по этому он немец давай убирай своего скаута то есть туда спрыгнула обратно пришел ночью убить твоего скаута миша миша михаил короче не к сожалению твой скаут там блин и сиан еще сюда прется к сожалению твой скаут погиб михаил ты ничего не разговариваешь я очень объявляю войну и скаута буду убивать потому что вот это тут стояние вы мне мешаете моими моим рабочим обрабатывать клетки сям заговор сям все тоже касается если ты пойдешь дальше на авто и нахренеть я получается из-за вас рабочий ход теряет один все он строит биву то серьезно я чувствую что я на один ход позже в экскому выдаю явно проиграешь за этого сям строит биву да у него он 10 науки но я столице его вижу там строится еще там пирамидки кстати сдал с потрохами сям так ладно будем тут засвечивать лучше территорию в принципе так ну пора наверное в маячок выйти что мне вот хотя обработка камня тоже неплохо тут всем больше не станет города нет ну ладно мне еще морские караваны нужны а еще морские караваны не открыл так начну тогда тут биллу строить и они билус если амбар и библиотеку потом амбар сям а чё на море не подставил там барный ресурс или там брына землячка ну да не почему я сяму никак не угрожаю просто была такая ситуация ну что меня окружили варвары и принципе это место годилась поэтому я решил почему бы не поставить там буду тут стоять не тут место хорошее и ресурс роскошь есть если что странно для морской нации не очень много морских ресурсов вообще в принципе то есть это будут бесполезные клетки вот это вот все над стык там наклепал придется тоже клепать 23000 что ты хотел так в принципе я не вижу что мне тут кто-то мешал на развитию вот швеция где-то тут но он не будет сюда прям вот ставить города выше тут не очень места такие да тут вообще какой-то отросток и что надо исследовать может там кто-то есть но я так понимаю что ацтек венеция грек и нельзя не где-то вот тут то есть походу вот мы со шведом такие на отшибе вдвоем такие еще защищены вот сяма например так что все очень неплохо на сегодняшний день так у хаса кого там боится а вот этот стоунхенш стоим пока тут до венеция не очень хорошо ты поступил конечно понимаешь я нашел только два гиги один из них катманбука понимаешь так давайте-ка вернемся на мою хотя бы вторым его врать копья против лучи если ты уже не можешь поставишь город и я у тебя его куплю я тебе скажу огромное спасибо нет я там буду свой город ставить возле катмандо вот тут этот ацтек наклепал но я там собирался ставить изначально что-то понимал под мрамор что да возле мрамора ну грек если там ацтек наклепал то я думаю и что же ты наклепал я замечу прекрасный план я короче буду в трех клетках от столицы ацтека стоять на армию строить не буду ягуар вау библа артемида все в один ход ну да библу построил сиан артемиду кто признаваетесь я еще не нашел этих людей куда сиан вышел я не понял сиан ты что в драму и поэзию взял с библиотеки прекрасный план я играю за сиан через волю беру с библиотеки драму и поэзию не расскажешь какой что ты планируешь сделать почему драму и поэзию то культура давить будет туризм строить блин то опасный человек а я же плавать могу всем забываем блин я были все время забываешь что полинезия плавать умеет самого начала и лучниками по обстреливать лучниками по обстреливаем так тут у нас болото меня по моему вырубка они есть нет нету чем болото я не могу обрабатывать камень я тоже пока не могу обрабатывать давайте тогда видимо вот этот холм обработаем будем тут стоять очень неплохо стоит ну там где-то варвары тут где-то родились смысл что там грек рассказываю выносят тебя нет да нет не знаю кожи выжил там три коляски но хотя три коляске и коляски блин давай сражайся теплом к первое было я помню ну да ладно если он тебя четырьмя колясками вынесет ты никак не подготовился знаю что у тебя да блин мы же те говорили самого начала тебя что ацтек поставил сейчас город под столицу даже даже не город а свою собственную столицу настолько очевидно было что он тебя нападет что прям я не знаю и все равно ты не подготовился что за фигня я негодую но как так как так то ацтек военная нация непонятно мне ну тут да вот тут я буду ставить давайте даже наверное сходим немножко вперед обсмотрим что тут у нас еще одна гэшка я походу тут вообще вот это мой полуостров или если ты хочешь брать как манду то пожалуйста он твоим распоряжением то есть ты сам не против чтобы я забрал как манду он мне вообще никуда не упирается у меня просто говорю место очень очень плохое он стоит далеко караваны из него и опускать не могу ну только зачем ты его купил тогда чтобы хоть как-то развиваться и отдать его мне да вы классное развитие ну а тебе он большая шляпы из рамо стояла на мне особо и тут я не хочу конфликтовать мне кант пандос по не нужен просто на близкому мне его купил мне в общем не как число говорю он бонтут вообще не по делах как манду не парить я помню 61 у меня было по-моему я не первый наш у нас вы задерживали его не наш валик я просто долго-долго от отлагиваю а потом только вижу что у меня уже половины юнтов нет на ты ходи ходи в то время как ты лагаешь ты понял нашу мысль про то что ходить когда ты лагаешь на на неплохо неплохое тут место гэшками даже не отберут ну как не фонтан самый лучший но нажимаю и будет все знака в принципе неплохо никто не тут не мешает развиваться спокойно мне тут нравится так еду возьмем а а а а а а Опять случники идут. Так. Вообще мне надо бы и Трирем поднастроить, потому что боюсь. Тут несколько варварских. Так, давайте после амбара Трирему лучше, а потом уже амбар. Ну вот, зато завтра приходить не надо, видишь? Да, ну я сразу сказал, что тут я не вижу. У меня равнина. Уже маяк кто-то построил. Кому-то маяк... Венеция маяк построил, да? Нет, те лица, которые находятся рядом с Венецией. Нифига себе. Ну как рядом? Далеко. Тут, наверное, все-таки вот это внутреннее море. Рыб очень много. Швед может вот с этой стороны проходить, я так понимаю. Единственное объяснение, почему тут кто-то нашел города-государства. Кельт, твой скаут тут unwelcome. Да, я щас уйду. Так, а куда там народ во что пошел вообще? Традиция у кельта, воля. Традиция... Как-то мало традиции почему-то у шведа. Ну, кто-то... Все зачем-то в чудеса. Так, все равно 3, 2, 1, если... Вот так. 2, 2, отлично. Вырастим чуть пораньше. Ну, что это чернят? Почему он не такой? Лаги. Так, пошли скаутом. Знаете, что скаутом мне вот тут интереснее. Какие исследовать? Так, здесь у нас амбар и библиотечка. Да, начнем с роста. Даже мы, наверное, купим бизонов. Вот так сделаем. Блин, опять не успел. Тонго, гонолулу, караванчики. Так, покалечимся. Здесь можно начинать... Так, открыл я уже пирамиды, да? Да, то есть могу... Угу. Я настрою дороги на территорию Аттека. Ха-ха-ха-ха. Это шум не платит, я надеюсь. Да. Ты ему прям так подгадишь, так подгадишь. Ну, по крайней мере, хоть чуть-чуть. Вот опять у меня с Этерны, блин, до 10 секунд пинг. На этом пока все. Продолжение смотрите через день или два. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что доставили до конца. Удачи и играйте в умные игры.